Это канал Высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий. В скором времени в штате Индиана планируется протестировать дорогу, которая позволяет электромобилям подзаряжаться во время движения. Это станет результатом того, что Департамент транспорта штата Индиана, АНДОТ, и Университет Пердью присоединились к инициативе «Повышение устойчивости» с помощью энергетической инфраструктуры для электрификации дорог «Аспир», в рамках которой разрабатываются технологии зарядки электромобилей. Изображение «Автоблок» Данный проект реализуется совместно с немецкой компанией «Магмент», которая производит на магничный цемент «Магмент». В ходе трехэтапного тестирования исследователи намерены проверить, способен ли продукт «Магмент» заряжать движущиеся электромобили, подавая мощность более 200 кВт. О «Магменте» мало что известно, но на сайте производителя сказано, что бетонная среда с магнитными частицами имеет рекордную эффективность беспроводной передачи энергии до 95%, требует стандартных затрат на установку, обеспечивает универсальную зарядку, всепогодна, имеет высокую теплопроводность и защищена от вандализма. На первом этапе тестирования исследователи испытают, проанализируют и оптимизируют магнитный цемент в лабораторных условиях, чтобы установить его пригодность для использования на дорогах. Эту работу планируется начать к концу лета. Если материал докажет свою эффективность, то позднее он станет основой участка реальной дороги длиной в четверть мили, который будет тестироваться с помощью электромобилей мощностью 200 кВт и выше. Если и здесь результаты будут многообещающими, то магнитный цемент используют для строительства более протяжанного участка на одной из дорог общего пользования в Индиане. Стоит отметить, что уже много лет исследователи из разных стран мира работают над созданием дорожного покрытия, которое могло бы эффективно заряжать электромобили во время движения. Если зарядка аккумулятора станет такой же простой, как и вождение, это будет способствовать более быстрому переходу на электромобили во всем мире.